Здравствуйте! Это программа «Город Тесс» и я Елена Чернявская. Этот оркестр не сразу, а со временем нашел свое место среди творческих коллективов города. Его оценили, стали регулярными концерты, участие в музыкальных фестивалях. Один из таких музыкальных полиглотов известный не только в Самаре, но и далеко за пределами губернии Самарский духовой оркестр. Я представляю гостей в студии Евгений Владимирович Пестерев, директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара духовой оркестр и Сергей Александрович Рыбин, художественный руководитель, дирижер муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара духовой оркестр. Здравствуйте, уважаемые гости! Очень я рада приветствовать вас в студии. Давненько мы с вами не встречались, и я уверена, что накопилось очень-очень много новостей. Ну, давайте, наверное, с них и начнем. Наверное, да, про фестиваль, когда вы вот прям буквально недавно вернулись с гастроли, были очень значимые гастроли, да, вот, пожалуй, с этого. Коллектив постоянно гастролирующий, то есть, если говорить в этом году, нас в первую очередь сначала позвал город Екатеринбург, проходили масштабные мероприятия, посвященные 300-летию города, все-таки это четвертый город в России, и были очень масштабные мероприятия, в том числе и фестиваль духовых оркестров, который был в рамках этих мероприятий, в том числе и на главной сцене города Екатеринбурга. Мы сразу приняли приглашение, оно было, конечно, прислано на главу округа, городского округа Самара, Елену Владимировну Лапушкину, и данное предложение, приглашение, конечно, было поддержано администрацией. А позже уже появилось приглашение в Нижний Тагил посетить, так как у них тоже день города, буквально на неделю раньше. То есть, поэтому у нас гастроли получились такие большие, 10-дневные гастроли. Ну, если с учетом дороги, то это 11 дней. Первый раз такие гастроли были, ну, если мы разговариваем, говорили с коллегами, они говорят, ну, первый раз так поехали, что одни, другие с одного другого города. Есть определенные свои, так скажем, трудности в логистике, однако в рамках того, чтобы поехать в одну сторону и застать сразу два города, это очень прекрасно. Не всегда есть такая возможность, и хорошо, что такая возможность появилась благодаря и Нижнему Тагилу, и Екатеринбургу. В творческой части, наверное, Сергей Александрович дополнит, если говорить про организацию, было все сделано великолепно. В рамках и принятия нас, и как-то все шло очень гладко. Вот. И хотелось бы, конечно, выразить огромное спасибо организаторам фестивалей на местах, и Нижнему Тагилу, и Екатеринбургу. Они проделали колоссальную работу и пригласили, ну, одни из лучших коллективов, в том числе и наш самарский танк. Оркестр, вы сказали о том, что вы начали свой гастрольный тур именно с Нижнего Тагила. Вы любезно нам предоставили видеоматериалы ваших выступлений. Вы давайте небольшой отрывочек из Нижнего Тагила посмотрим. Нижнего Тагилу Сергей Александрович, ну, а как вы оцениваете выступление вашего коллектива? Вы были и есть дирижер. Ну, расскажите, пожалуйста, какие впечатления вы привезли с гастролей? Елена, вот знаете, мы когда приехали в Нижний Тагил, спустя почти сутки на автобусе, мы ехали туда. Вот недаром говорят, Урал – это опорный край нашей страны, это место силы. И наш оркестр ощутил это, потому что спустя два часа после того, как мы вышли из автобуса, оркестр дал часовой концерт уже на центральной площади города. И зритель воспринимал и принимал нас очень тепло и буквально влюбил в себя, и оркестр влюбился в этот город, в этот теплый прием, который они для нас сделали. И после часового концерта мы еще сделали такой променад, как нам сказали, по набережной города Нижнего Тагила, и мы прошлись от центральной площади до гостиницы, где мы жили с музыкой, где сыграли и Самары городок наш, и Уральскую рябинушку. И люди выстраивались за нами и шли в такой процессе, и подпевали. Это было очень здорово. Это действительно настоящие эмоции, которые люди испытывают. Ну а далее, наверное, вот это и послужило одной из причин, что филармония была битком. Да. 1200 человек. То есть прорекламировали себя на набережной, да? Да, да, да. И уже, пожалуйста, пригласили всех филармоний. 1200 зрителей вместило в себя филармония. Наверное, и вместило-то не всех, потому что стулья подставляли прямо во время концерта. И концерт у нас, ну, традиционный концерт в одно отделение, час двадцать. Концерт шел два с половиной часа. То есть не отпускалось? Не отпускалось. После каждой композиции люди чуть ли не вставали и овациями приветствовали оркестр. И очень интересную программу мы привезли. Мы не просто там привезли духовую музыку, а программа была сделана такая, что мы рассказывали о нашей Самаре, о нашей красавице Самаре, о городе-курорте. И это и Грушинский фестиваль, это и фестиваль на сопках Манжуре, это и Дмитрий Шестакович, который здесь работал и творил. И о природе, о Самарской луке. В общем, обо всем об этом мы рассказали через музыку. Каким образом, нелогичный вопрос. Ну вот каким образом вы через музыку передали, ну вот даже тот же наш знаменитый Грушинский фестиваль, как вы сказали? В этом году 50 лет Грушинскому, да, мы все знаем. Но в прошлом году была репетиция вот этого всего юбилейного Грушинского фестиваля. Оркестр работал всю ночь на сцене, на гитаре, и специально к этому мероприятию мной была написана аранжировка, это попури на самые популярные песни Грушинского фестиваля. Это и «Милое мое солнышко лесное», «Изгиб гитары желтой», это и «Надежды маленькие» оркестры, как Акуджавы, это и «Высоцкий», и «Митяев» там. Вот, вы рассказали о Грушинском фестивале, да. Да, пожалуйста, о Грушинском фестивале. Давайте посмотрим еще одно видео. Как раз вы сказали, как вы выступали в филармонии, а он у нас тоже есть. Давайте к нему обратимся. Грушинский фестиваль. 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 Евгений Владимирович, вот скажите, а насколько важно принимать участие в таких очень значимых фестивалях? Ну, во-первых, вывозить свой коллектив на гастроли, общаться с коллегами, набираться также опыта, конечно же, положительного. Вот заряд этих положительных эмоций надолго хватает впоследствии? Да, если говорить по эмоциям, то, конечно, я стараюсь также ездить все время с оркестром. Иногда это не получается, а в основном в 90, так скажем, процентах я принимаю участие. Вот, и в этом году точно так же. Наполнение эмоциями колоссальное, в том числе от выступлений, потому что на разных площадках, на разных фестивалях разные оркестры, они по-разному, по-своему, аутентичны. Вот, если говорить, например, про Екатеринбург, там были гости с города, с республики Азербайджан, и их дополнял ансамбль с Красноярска, именно статусный государственный ансамбль именно вот азербайджанского танца. Ну, то есть это было прям, ну, очень интересно, и такие, так скажем, да, вот такие вот истории, они именно вот здесь. Вот, то есть их просто в какой-то жизни, ну, вот, не увидишь. Вот, ну, и это, конечно, общение. Общение с дирижером, общение с руководителями оркестров, потому что у нас сопряженная работа, и некоторые моменты, которые у них на месте, обмениваемся опытом, вот, и этим мы и заряжаемся. Вот, вообще гастроли – это некий толчок, он толчок эмоциональный, пусть мы немного устаём, вот, однако вот этот обмен энергией, обмен опытом, он несказанно сказывается именно вот на дальнейшем… И развитии коллектива, да. На развитии самого оркестра, да. Потому что и готовятся специальные программы, о которых вот сказал Сергей Александрович, это вот наша программа «Из Самары с любовью». Эксклюзивная программа, между прочим, да? Да, да, она специально готовится, специально готовится произведение, готовится аранжировки, готовится само проведение. С тематикой города, что, опять же, немаловажно. Вот, то есть это не просто набор произведений, которые мы, так скажем, хорошо играем, а это определённая концептуальная программа. Вот, и в том числе готовится, то есть в этом году мы поставили новое дефиле, которое мы показывали, так скажем, в Нижнем Тагиле, мы его опробовали несколько раз, в том числе вот на променаде, и мы его показывали несколько раз в городе Екатеринбурге. Очень интересное дефиле. Оркестр набрал, ну, некий ход, и у нас появилось своё собственное лицо. Мы никого не копируем, а идём своим путём. Я думаю, что это правильно. И это тоже видео у нас тоже есть, давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжаем разговор. Сергей Александрович, какие впечатления Вы привезли из Екатеринбурга? Ну, во-первых, это опыт полученный от общения с руководителями других оркестров. Это такие именитые мэтры духового искусства. Это Александр Павлов, это Евгений Тверетинов, это и вот Али Балаарзаев из Азербайджана. Это шикарные коллеги, от которых нужно получать опыт. Ну, а во-вторых, предоставилась такая возможность, Александр Витальевич Павлов дал такую возможность продирижировать сводным оркестром. А это... Вам дал возможность. Конечно. Ну, каждый дирижер, каждый приезжий дирижер работал со сводом оркестра в свою пьесу, которая была тоже специально подготовлена. Ну, я думаю, что для Вас это не впервые был такой опыт. Ну, таким большим оркестром, потому что оркестр около 500 человек. 500 человек. И песня была, опять же, наша, самарская. Это Марк Григорьевич Левянт написал музыку, Валерий Елицев написал текст, Екатерина Масальская исполнила. Песня называется «Волга в сердце». «Волга в сердце» остается навсегда. И я думаю, вот если наши телезрители погуглят и послушают, я думаю, эта песня им западет. Потому что в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле третий припев подпевал уже зритель. Здорово. И вот эта энергия, эта энергетика, которая идет от 500 трубного оркестра, это мощь. Она, конечно, заряжает и вдохновляет на еще более какие-то свершения и дела. И хочется отметить, что и другие руководители, и зрители отмечали, что самарский оркестр был один из не лучших, а красивых. Красивых, лучших. Ну, мы же там не на конкурсе музыкальном находимся. Благодаря поддержке и администрации города, и департамента культуры, вот у нашего оркестра несколько лет назад появились новые костюмы, новые инструменты. И наши коллеги это замечают, что оркестр действительно вырос и выглядит презентабельно. И недаром вот на прошедшей, как сказать, форуме общественной палаты, где присутствовал и Михаил Аркадьевич Брызгалов, президент Духового общества России, он и Елене Владимировне, и Дмитрия Игоревича Азарова высказал свое мнение, что да, действительно, самарский оркестр – это один из лучших оркестров России. Ну, вы знаете, вы сказали, что не из лучших, а я считаю, что красота внешняя в любом случае подпитывается красотой внутренней, ну и, конечно, профессионализм. 30 лет вам исполнилось в прошлом году, такая средняя, скажем, дата, уже вроде и не молодой возраст, но уже и как бы не сильно старый. Поэтому у вас, конечно, очень большой опыт. Вот здорово, что в нашем городе есть такой потрясающий коллектив, и вы прославляете его по всей России. Ну что же, давайте посмотрим еще одно видео из Екатеринбурга и перейдем к другим важным темам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Одно из таких новых тем, я считаю, что новый коллектив «Дикси-Лэнд». Расскажите о нем. Да, очень большая была проведена работа, то есть коллектив образовался в этом году, хотя сама работа по коллективу и сам коллектив уже до этого был сформирован. Благодаря поддержке администрации городского округа Самара, департамента культуры и молодежной политики, администрации городского округа Самара и городской думе, был поддержан нами, ими был поддержан такой проект, как «Дикси-Лэнд». «Дикси-Лэнд» — это, так скажем, небольшой коллектив семь человек, который работает в основном в джазовом направлении. И были выделены дополнительно на это средства, то есть ставки были, ну так скажем, новые люди стали работать в данном коллективе. И это есть определенный некий толчок. Почему? Потому что при многих оркестрах существуют такие небольшие коллективы, как «Дикси-Лэнд», «Биг-Бенд» и так далее. Это новая строка, которая дает нам мобильность и расширение репертуара. По творческой части, наверное… А вы знаете, прежде чем вы расскажете об этом коллективе, я хочу, чтобы вы рассказали нашим уважаемым телезрителям немножечко о себе. Как давно вы работаете в коллективе, ну и как вам дирижерство в таком знакомом коллективе для нашего города? Ну вот как раз буквально через месяц будет пять лет, ровно как я пришел по приглашению Марка Львовича Когана, нашего главного дирижера, я пришел работать в коллектив. Сначала работал музыкантом, трубачом, но мы давно знакомы с этим коллективом были, и с Марком Львовичем давно знакомы. Ну и спустя буквально полгода Марк Львович, видимо, присматривался. И говорит, Сергей, а не хочешь ли ты попробовать себя в роли дирижера? Да. И буквально сразу же я был отправлен на курсы повышения квалификации в Москве, где я уже познакомился с другими руководителями. И потом благодаря и администрации города, и администрации оркестра, и департамент культуры, я прошел, даже вот мечтать не мог, да, имея уже высшее образование, и среднее специальное образование, как музыкант, я прошел переподготовку в Российской Академии Музыки Мегнесиных в классе выдающегося педагога Вадима Григорьевича Лебусова, который в духовом мире знают все. Это однокурсник и одноклассник Валерий Михайлович Халилова, который возглавлял все духовое общество и военное, и гражданское. Вот, поэтому опыт, который я получил, очень широкий. И самое главное, вы продолжаете его развивать и работать в этом направлении, да? Да, и мы работаем, вот наш оркестр совсем недавно заключил договор о сотрудничестве и с Институтом культуры, где мы берем на практику и вокалистов, солистов, и инструменталистов, и вот с недавнего времени уже в оркестре у нас начали работать студенты. Этот опыт, он, нигде его не наберешься. Ведь недаром говорят, после института пришел, забудьте, что мы тебя учили. А здесь они сразу уже забывают, не забывают, конечно, а удваивают, утраивают свой профессионализм. Спасибо. Не могу не спросить о планах на 2023, вот уже завершающий. И 2024 год, конечно, у вас, как у руководителя в планинге, что написано, поделитесь. Если говорить о 2023 году, то есть, если говорить о летнем сезоне, в Самаре существует и эта традиция, наш проект в городском саду играет. То есть, это выступление оркестра и коллективов, которые входят в наше учреждение, Диксиленда и еще одного коллектива джазового направления. На площадках города, это таких, как парки культуры и отдыха и набережная. И, разговаривая с коллегами из других территорий, мы, наверное, одни из немногочисленных оркестров муниципальных и областных, кто продолжает эту традицию. У многих этого уже нет, они от этого или ушли, или этим вообще, так скажем, не занимались. То есть, сентябрь, это такой благотворный еще месяц в Самаре, потому что еще тепло, и мы здесь работаем. А знаете, я скажу, почему вы продолжаете эту традицию, потому что жители городского округа Самара, нашего любимого города, голосуют за вас, голосуют за вас ногами. Они приходят на ваши концерты, ждут, и поэтому все происходит. Совершенно верно, да. Мы вот разговаривая с коллегами из других территорий, как раз эту тему в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, так скажем, затронули. И они у нас и спросили, и в том числе, и когда у нас брали интервью, что есть ли такое еще, и как вы считаете, нужно ли это, нет. Мы говорим, а у нас это никуда и не уходило, мы этим занимаемся. Вот. И это действительно есть отклик, и почему бы нет. Есть теплая погода, лето, и зачем сидеть в помещении, когда есть востребованность. Вера, и поиграть. Ко дню педагога-наставника еще скажите, какие мероприятия запланированы? Прям буквально пару слов. В этом году, то есть объявлен год педагога-наставника, у нас было много мероприятий, однако, то есть, так скажем, такое флагманское, которое мы задумали, которое мы хотим провести, и мы его занимаемся, это организация, в октябре, либо в ноябре этого года, мы будем организовывать мероприятия, посвященные году-наставника. Духовое искусство, оно такое сугубо, ну, я бы не сказал элитарное, а сколько оно такое очень специфическое. И есть у нас действительно в оркестре действующий дирижер, который является педагогом-наставником. Ага, скажем имя, Юрий Захарович Тазарычев, это и мой педагог, и действительно, большая часть оркестра – это выпускники Юрия Захаровича. Ну что же, наше время подошло к концу, на этой ноте мы с вами попрощаемся, но я уверена, что мы с вами встретимся вновь, и очень даже скоро, когда вы придете и поделитесь вот не менее лучшими такими своими достижениями, и, конечно, фестивальной жизни в том числе. Спасибо вам огромное. Хочется пригласить всех телезрителей 9 и 10 сентября в парке и на гала-концерт фестиваля, Всероссийского фестиваля духовых оркестров на Сопках-Манжуре, который пройдет в Самаре. 600 человек приезжает, музыкантов. И 10 сентября площадь Куйбышева будет в этом празднике духового искусства. Да. Милости просим. Милости просим. Да, на Самарский духовой оркестр, на его выступление. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего, до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!